Всем конишу, а с вами Акира, и да, именно с этой ноты я хотел бы продолжить делать контент, поскольку, наверное, в большей степени на его отсутствие повлияла именно эта причина. Да и в целом, если посмотреть, люблю я в последнее время рассказывать о полезных вещах. Думаю, эта информация, возможно, кому-нибудь когда-то пригодится. На одном из стримов, кто был, тот шарит, мы смотрели не особо приятного содержания видео, и там мне не хотелось поднимать эту тему, так как уже на тот момент я подумал о том, чтобы самому затронуть эту тему, поговорить о самом депрессивном состоянии. Видео, как бы сказать, помягче, вкратце, представляло из себя историю тянки, у которой были проблемы с головой, и закончилось всё очень печально. И так же печально, в этом году это чуть не закончилось и для меня. Потому что на видео я такой весь эрофильный, весёлый, на стримах, в принципе, неотличим, но это медийное пространство, и так, в принципе, работает как минимум большинство. У всех должны быть свои личные границы, и конкретно мой случай, что я на протяжении всего времени пребывания на ютубе не хотел вообще как-либо касаться своей личной жизни. До тех пор, пока не настал 2021 год. Однажды в один прекрасный день я проснулся и, включив компьютер, увидел, как до каких-то ненормальных высот у меня взлетела статистика канала. Я сначала такой не понял, что происходит, до следующий день статистика ещё выше, до третий ещё, это сильно ударило в мою мотивацию, я стал оверстримить, делать пачку контента в неделю и вести, в принципе, сильно активную деятельность. Но потом прошло какое-то время, мне немного вся эта ситуация ударила по здоровью, с которой у меня и без того были проблемы, в дальнейшем я выгорел, после чего вышло видео про перегорание, и наступил очень важный во всей этой ситуации этап. Просыпаясь каждое утро, я, перегоревший, неважно себя чувствовавший, садился за компьютер и пытался что-то делать, но очевидно, что у меня всё валилось с рук, в голове же не было ничего. Сплошная пустота. На тот момент я не имел особой компании, разве что общался с ну очень узким кругом людей, и в один из дней я понял, что мне нужна поддержка со стороны, какое-нибудь общение, чтобы подпитаться чем-то таким, что позволит мне вдохнуть с полной грудью, немного отдохнуть и дальше продолжить делать то, что делал до этого. Статистика на тот момент резко начала просаживаться, что тоже послужило для меня ударом, потому что ситуация не из приятных, ибо пустота падает, а я сажусь делать контент и не могу ничего придумать. Плюс фактор здоровья, мне стало откровенно говоря ебанно, но в какой-то день я решил, что всё, вот сейчас я отдохну недельку-другую и всё будет хорошо. Чувствую, тем не менее, стал себя очень печально, из-за чего прибегнул к варианту, что, ну, как бы, я помогал людям, когда у меня просили помощи, наверное, мне ответят тем же, ведь как-никак общение уже достаточно длительное, однако не буду всё рассказывать в подробностях, вместо подачи руки я был просто послан нахуй. Февраль и март прошли в лютом аду, поскольку если до всей ситуации меня можно было заметить за какой-нибудь игрой или работой над видео, стримящим и так далее, то после меня можно было найти в комнате упитым в говно и с огромным желанием выпилиться, поскольку мораль ушла, если я не в минус, то точно стагнировал на нуле. В какие-то дни я стал искать психологов и обнаружил, что их услуги мне не по карману. И это всё происходило при условии, что я в моральном плане был железным человеком, и под этим я подразумеваю, что скажи мне элементарно в декабре 20-го, что я могу впасть в подобное состояние, я бы рассмеялся. Но на тот момент мне было не смешно. Особенно в день, когда я в очередной раз сидел за компом, в абсолютно неадекватном состоянии, при очередном посещении плохих мыслей, они меня дружно привели к микроинсульту. Однако в ту ночь я без помощи не остался и протянули руку не товарищи, друзья или знакомые, а самые близкие люди под названием семья. На тот момент я познал, что такое антидепрессант, и уточню, что рекомендую прибегать к ним только в ситуации, когда тебя чрезмерно сильно давят эмоции. В моём случае я, будучи неприщим человеком, даже в такие знаковые праздники, как день рождения или новый год, нажирался в хламину, не мог уснуть ночами. Меня в любой момент могли начать душить эмоции, что приводило к сами понимаете каким мыслям. Не особо хорошим. Плюс это всё продолжалось не день и не два, а месяцами. До кучи грянул момент, когда у меня практически не осталось денег, и в подавленном состоянии надо было как-то их искать. Именно в те дни стали появляться посты о том, как я поработал в жилотерии, и сука, это был настолько адовый день, что... он написан в этом посте. Но в тот же рабочий день появился луч в моём мрачном царстве, и ко мне позвонились две же разработчиков игр и пригласили меня поучаствовать во всём этом, откуда появились некоторые перспективы, посему, проснувшись на следующее утро, я поехал не отрабатывать очередной день, делая мороженое, а на саму сходку. Это тема для отдельного видео, пишите в комментарии, если интересно, я всё расскажу поподробней. В нынешний день у меня подобных мыслей нет. Я не пью, тот стрим исключение, и у меня произошли достаточно серьёзные изменения в моём мире ощущений, которые меня вывели из этого состояния, и я практически в одиночку смог справиться с вот настолько большим потоком дерьма, случившимся в моей жизни. Да, у меня было перегорание, ибо я переоценил свои человеческие возможности, и сверх меры стал уделять время контенту и стрим-мама, чего у меня кончались темы мысли и идеи. Но серьёзно передохнув от всего, я набрался новых сил, и в принципе себе вернул всё, что утратил, поскольку вдохновение — это батарейка. И она теряет свою энергию, когда ты её используешь, и заряжается, когда не прикасаешься к ней вообще. Именно по этой причине я не знаю, что из-за дебы выходит сейчас, что вообще происходило весной. Сейчас тот момент, когда я нахожусь в состоянии полнейшего непонимания, но мне всё интересно и хочется изучать, потому что по всему этому я соскучился, и бы долго к этому не прикасался. Вопрос со статистикой был решён тем, что ко мне пришло осознание того, что произошёл выстрел одного из моих видео, оно не могло стрелять в вечность, поэтому статистика не стала висеть где-то на высоких цифрах, а осталась между тем, что было, и тем, как стало. Несмотря на то, что сейчас пока нет видео, которые у меня стреляют до 100 тысяч просмотров, в целом я остался в плюсе, ибо у меня увеличилась аудитория в два раза за каких-то полгода. К слову об этом, не забудь подписаться. Друзья. Мне стало просто всё равно, ибо раньше я смог достичь той точки, когда мне было комфортно самим собой, и мне не нужны были друзья, и посимо я старался избегать каких-то сильно длительных близких общений. Подобраться в мой круг общения было очень тяжело, поскольку общаясь с человеком даже условный месяц, я не назову его другом. Приятель, знакомый, товарищ, кто угодно, но не друг. Однако конкретно те люди мне были друзьями, что ни на есть, и за время общения с ними у меня вылетела из головы самая важная мысль, моя единственная догма по жизни, которой я следовал. И это комфорт собой. Зачем мне прибывать в компании, где очень часто в какой-то момент возникают сплетни, появляются новые лица, и она распадается, если я могу быть собой, и меня это устраивает. И мне не надо кому-то помогать, чтобы потом разочаровываться, что не помогли мне. Не надо принимать участие в каких-то сплетнях, не терять одних людей, чтобы приобрести других, когда оставаясь наедине, я оставляю себе практически всё то же самое, но без минусов. Конкретно этот момент, это не гайд вообще ни разу, поскольку компанию меть это пиздато, но всегда приглядывайся к людям, которые в ней находятся. Наблюдай, какая атмосфера царит твоей компании, анализируй людей, с которыми ты очень близко общаешься, и никогда, никогда не бойся потерять хуесоса, который тебе не помог, когда он был так нужен. Потому что жизнь такая штука, что люди приходят и уходят. Думаю, у многих из вас была в детстве большая-большая компания кунцов или тянок со двора или соседних домов, с которыми вы бегали по улице, общались по вечерам, сидя где-то на скамейке. Это всё временно. С возрастом повезёт, если хотя бы один-два человека из этой компании останутся с вами. Большинство просто разбегутся либо по другим компаниям, либо заведут свою семью, и вряд ли у них будет на вас время. Единственный момент остался, что я со здоровьем не решил проблемы, но это в принципе на этапе как бы... Да. Но положительные моменты. Именно их стоит искать, находясь в подобном состоянии, потому что они есть практически везде. Вообще, эту фразу противопоказанно говорить человеку, который находится в подавленном состоянии, поскольку он не контролирует это. Но я тебе хочу донести мысли не в духе, что «Ай, забей, ай, хрен с ним». Не хрен с ним. Это очень простая вещь, но очень сложная в исполнении. Копаться в себе, в своих проблемах, пытаться найти выход любой ценой и по пути отсекать все плохие мысли, это нелегко. Легко звучит, но реализуется сложно. Однако, мораль можно прокачивать. Точно так же, как и силу, точно так же, как и мозг, можно становиться сильнее в моральном плане. Раньше ты общался с человеком, который тебя предал, в следующий раз ты уже будешь знать, что человек тебя хочет обмануть. Обманули второй раз, ты будешь еще более настороже. Да, на этом примере ты просто постепенно закрываешься от людей, однако в твоей жизни могут появиться люди, которые не будут с тобой общаться ради корысти. И они останутся в твоей компании надолго, и при этом ты с опытом сможешь сразу чувствовать, что где-то тебя немножко хотят обмануть. Все мысли о смерти это забей. Есть одна штука в моей голове, которая мне даже в момент сильнейшей депрессии поднимала боевой дух. Как бы тебе не было плохо, знай, что всегда есть человек, которому хуже, чем тебе. И таких немало. Элементарно, вы можете прогуляться и вынести мусор, и наверняка там увидите бедняк, который, да, пьют, но этих бедняк нет крыши над головой, у них патовая ситуация. Возможно, у кого-то из них все было хорошо в жизни, и в какой-то момент они либо не справились, либо у них не было варианта, и жизнь привела их к этому. Мозг это та штука, которая тебе помогает по жизни. А порой возникают вот такие ситуации, тебе приходится устраивать спарринги с ним, и либо он тебя убьет, либо ты просто получишь добытую потом и желательно без крови экспо, которая даст тебе прокачку твоей морали. Ведь не забывай, что даже те, у кого нет крови над головой и им приходится лазить по помойкам, не ищут легких путей. Будь сильнее их и копайся в себе. У тебя может воздикнуть масса проблем в жизни, но бери лопату своей руки и просто копай. Не ищи легких путей. Может возникнуть резонный вопрос. Why? Зачем ты это выложил? Во-первых, Потому что мне так хочется. А во-вторых, за всю жизнь я не переносил настолько тяжелых проблем с моралью и посчитал должным рассказать о том, как справиться с этой ситуацией. Элементарно, есть много примеров, когда люди не выдерживали, и возможно, кто-то из таких людей, стоящих на грани, наткнется на это видео и поймет, что единственный вариант это забиться в уголок и копаться в своих мыслях. Пытаться понять, как все к этому пришло. Что ты можешь сделать, чтобы выйти из этого состояния? Какие у тебя есть варианты все изменить? Есть ли силы сделать это сейчас или лучше подождать? И играйте в игры. Серьезно. Это очень сильно помогает, поскольку играя в условные ААА проекты, я просто вываливался из реальности туда, передохнувшись с новыми силами, возвращался обратно и пытался все осмыслить. Несмотря на то, насколько это было нелегко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok